И одну секундочку, все молчат, особенно мужчины, которые еще ничего не сказали. Еще не успели выпить, а нам уже сказали. Да, вот будем говорить, когда выпьем, а пока говорю я, и всем тишина. Значит, торжественный раунд закончен. Слава Богу, все закончилось, слава Богу, хорошо, всем понравилось. Все довольны. Все живы. К чему я это? К тому, что 30 лет труда, положенного нашим родоначальником, нашим основополагающим человеком, который сотворил этот хор и тот, и этот, и все вместе, значит, прожитый не зря, раз был такой триумф, раз был такой красивый праздник, раз всем понравилось, а главное, наверное, понравилось и Николаю Васильевичу. Я за ним наблюдала, он даже улыбался два раза. Два, 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 два. А я думаю, что не так загибала. Загибала, да. Вот. Хочу сказать, что мы очень старались. Николай Васильевич выложил все свои козыри, что мог, что смог организовать. Я довольна, что наши поэты выступили, особенно Лена, очень хорошо, что наши артисты выступили, что нас поздравили так все хорошо. Спасибо всем, кто приехал. Но я хочу сказать, что это был аванс. 30 лет, это еще не в срок, поэтому я думаю, мы будем стараться и дальше, чтобы у нас было еще даты. И мы надеемся до этого времени дожить. Мы на этом отточим свое ластерство. Главное, чтобы гости дожили. Исполнить еще чуть-чуть лучше, может быть, если нас позволит здоровье. А для того, чтобы сейчас тост поднять, я прочитаю. Вы все тут поэты, вы все такие умницы, хорошие, грамотные. Николай Васильевич, аз для них тост по поэзии. Но что-то нахорябало. И поэтам сейчас прочитаю, и за это поднимем тост. Хотя бы. Дорогой Николай Николаевич. Николай Васильевич, у нас эти мужчины с пили с тостом. Все. Похоже, что зарапортовали. Дорогой Николай Васильевич, хотим, хотим сегодня, в этот день и час, с 30-летием поздравить вас. Наш поэт, поэт, юбилей, юбилей, стихи решили, крутые посвятить. Чтоб его не старела душа, чтобы творчество не угасало, чтобы музыка чаще звучала. За талант и душу вашу добрую, за то, что петь учили нас, за заботу и терпенье долгое. Пусть вам Бог, Николай Васильевич, здоровье даст. Спасибо вам. Пушкина хорошо протянули. Цокарь, цокарь, цокарь. Васильевич, здоровья тебе. Я специально приносил на сцену к тебе гитару, ты не успел постановить подняться. Поэтому берите тару и поздравьте еще. Дайте мне запусить. Общупься, общупься. Мне так приятно видеть всех. Я удивлен, какое выражение любви, уважения и любви к творчеству хора и творчеству Николая Васильевича. Поэтому всем людям, которые бросили свои дела, тупо не остались сидеть дома, не поехали на дачу, не сидеть в контакте, не поехали к своим любовницам. А выбрали приоритет приехать к Васильевичу. Поэтому этим бокалом я хочу поднять тост за всех людей, которые проявили уважение к хору и творчеству Николая Васильевича. За всех присутствующих. Ура! Ура! И зрел проходящая музыка вечная. Федя, да, здорово. Да, Селик, спасибо тебе. Надо было мне тебя поздравить так, чтобы я дал маку. Федя, я реабилитирую, тебе поздравлю щаву. Федя, давай вот твой следующий тост. Хочется гнать. А, ты хочешь это самое настроение поднимать? Я понял. Поймать уровень. Разогнаться. Так, ну готов, по-моему. Тихо! Тихо! Дорогие друзья, вот действительно Гоча правильно сказал. Жень, пожалуйста. Все, все, все. Бросили все свои дела, вот приехали. Действительно, действительно, вот этот человек, ну у него, знаете, возьмет баян, да? И все льется, хочется сразу двигаться, что-то плясать там это. Николай Васильевич, вот оставайтесь таким на протяжении еще долгих-долгих лет. Здоровья вам! Счастья, благополучия и всего вам самого-самого доброго в жизни. У вас прекрасная семья. Дай Бог, чтобы у вас было все замечательно. За вас! Спасибо за вас! И умереть на 101-ом году от оргазма. Ха-ха-ха! Это и я сказал! Это приятно. Куда спешить? Пока не все по второму году. Да! Пытаюсь, пытаюсь, пытаюсь. Так я и говорю, я его не вижу. Ни пустой, ни пол. И вон он опять. Хватит, хватит. Хватит, хватит. Кто тут ходит, да? А позвольте мне, я немножко, конечно, подвижный регламент прошу. Потому что, вы понимаете, надо знать, с чего это все начиналось. А начиналось с того, что пришел сюда директор с Киргизии Михаил Николаевич Деревятин. Ну и, соответственно, с Киргизии надо было еще ему помощника. И направили меня сюда. После того, как я шесть с половиной лет проработал в сельхозотделе. Человек, который, как говорится, прошел много, что там и так далее. Школу. И вы понимаете, вот мы пришли, вот здесь утки плавали, я считаю, я имею ввиду такое болото. И надо чем-то было сплачивать и каким-то, сказать образом, что коллектив АЖ, понимаете? И начали, конечно, до этого работал Полянцев, Антон Алексеевич. Вот какие-то были сделаны, как говорится, закладки этого. Но, к сожалению, не получилось поддержки там и так далее. Так вот мы начали, как будто пришли, надо там что... А у нас, видите, брельефы на Доме культуры висят. Наверное, никаких в ТОС на нигде ни в одном Доме культуры нет. Видели там... Василий, а ты помнишь, как ты заставил меня ночью охранять эти брельефы? Ну что делать, товарищи? Стратегии, понимаете... Стратегии не выбирают, какими силами надо достичь. Правильно. Понимаете? Я просто хочу сказать. Вот это площадь. Весенний Сев идёт. А я напрягаю. Алексеев, это начальник стройцеха. Смотри, ты понимаешь, к вечеру по реврике должны быть, чтобы, понимаете, дальше фронт работ продолжать. А там Макеев... А я с вами... Так что мы, так сказать, негласно соревнуемся, но... Его гор я признаю так, что мы хоть в речах не крепли, сам и дирижируем, и сам пишет, и сам все. Так что мы, я приглашала, когда я была старостой, они космонавты, мы встречались, два гора. Вот, я пришла еще, была Синашкина, потом Нина Исаевна, потом Карина Олеговна умерла недавно, а теперь у нас Маргарита Павловна. Ну, Олечка, слава Богу, дай вам Бог здоровья, крепости, твердости, держать так же дальше. Мы с вами так же будем соревноваться. Я по поводу дирижера, Николай Васильевич, мы тут заметили, у вас на шее новые мускуны появились, оттого, что вы так часто киваете, там, начали, начали. Каждую репетицию, если послушать, сколько он поклонов делает, головой, который... А он не может денег, он тренирует мышцы. Да, 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 да. Ну, за кем? Старость, это не так же. Слава Богу, вот по вашему опору, я... Я делал свой упор, я делал тот тренирующий корпус в 87-м году. Ну, почему я вот сказал, там, когда речь моя была, сказал, что мы постоянно на каждый праздник были в органкомопатии, ну, в нынешней администрации. Постоянно нас мы были востребованы. Почему? Знаете, почему, Сына Васильевна? Потому что вашего хора я не увидел и не слышал тогда. Я у Сидельника играл на танцевальном, в Сидельном все подавал, вот, танцевальный. Играли мы Степанченко, я и Гебельяр... Да, как-то им, я, один такой, да, приезжий, он был, Игорь. Вот, играли. Но хора мы того не видели. Но! Что меня побудило, вот, присвоить вот эту дату 30-летней душеросли. Что я услышал, что якобы вам же есть от... Откуда взял? Понимаете? И, и, и это, и, ну, потом меня хорошо переубедили. Говорят, да что вы, Николай Васильевич, идете по пятам, там, какие-то другие, ну, пусть они себе там... Ну, и правильно, они, я понял, правильно, и... Ну, подожди, ну, подожди, ну, подожди, пусть... Товарищи, еще вдохновение! Вот ему я специально, такой, о, конфеты вдохновение. Виктор Васильевич, хор, хор, хор! Что вдохновение Николая Васильевича Николая Никитодава? Виктор Васильевич, хор, 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 мы были в хорах, хор! Я, наверное, с образованием, я просто от природы люблю музыку, я ничего не заканчивал. Он здесь руководил хором, играл, я приходил на гитарки, поигрывал с дядей Толей. Были тогда цеховые, смодрые, художественные, самодеятельности. И даже дети, которые сейчас выросли, меня встречают, я их уже не помню. Говорят, дядя Федя, а мы помним, как ты спел? Не сыпьте соль на сахар! Это был 90-й год, март месяц, март месяц, да. В жюри сидел Николай Васильевич, Сидоренко, председатель жюри Синентови Анатолий Федорович. Женя Завертало, как директор дома культуры. И когда в 88-м году я пришел сюда, понюхать, чем пахнет культура, был очередной 25 января дата Высоцкого рождения. И я помню, как Женя Завертало под гитару пел в Ленинграде, в городе, у Пяти углов. А у Чемпоморде, Саня Соколов, да. Был еще Паша Маевский, комсоргом у нас здесь, который тоже играл. А почему Пашу не пригласили? Тоже играл на гитаре песни из репертуара Высоцкого и тоже их пел. Потом случились лихие 90-е, Союз Рок, но никому ничего не надо было, культура была в законе. И Николай Васильевич мне говорит, слушай, поехали посмотришь Запад. Поиграешь, попоешь, покажешь себя, на тебя люди посмотрят, может какие-то деньги заработаешь. И я ему благодарен, что он мне показал два года Германию и три года Финляндию. Мы с ним два года ездили в Дюссельдорф и его окрестности, и два года в Хельсинке, столицу Финляндии. Я ему прям много благодарен за это. Я не поэт, но иногда вот шесть юбилеев каких-то таких дат меня пробивает. И я ему такой маленький эскроб. Одно в Европу прорубил ты лихо. И многим этот путь он указал. Пусть помнят в трассе Кату Гергензоне, как здорово баян его звучал. Субтитры создавал DimaTorzok Хочется гулять, я за столом. А тихим старым парком, в котором в сентябре уже не жарко. Где молодости листья не сулят. Где молодости листья не сулят. Все вместе, кто помнит слова. В том, как-то туча замрела. И стекла со стекла. Мы свои дожди переживем. И это ты, Николай Васильевич, в твоем уже старшим, 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 старшим. А девочки, как будто старшим. Его сорта, усмешка, все слышней. В том, как та туча вместе замрела. И стекла со стекла. Мы свои дожди переживем. Я да ты вдвоем. Уже прошли лет тридцать, даже больше. После школы. И мир моих друзей, увы, не молод. Не обошли нас беды стороной. Но ночь темна. А день, как прежде светел, растут у нас. И растают дети, да и внуки уже. Пусть наша осень станет их весной. Но до осени нам еще далеко. Пусть наша осень станет их весной. Вместе! В том, как та туча замрела. И стекла со стекла. Но мы свои дожди переживем. Я да ты вдвоем. Уже прошло лет сорок. Даже больше. После свадеб. Друзья. Не расставайтесь. Много ранее. Уже нам семья. Некоперемен. И пусть порой бывает очень туго. Но все же. Попривыкли. Мы друг другу. Оставим. Мель подъеме. Горь и сын. Давайте не стесняться. Старый стен. Вместе! Том, прям как та туча замрела. И стекла со стекла. Но мы свои дожди переживем. Я да ты уж и роз. ПЕСНЯ А вы знаете, что у нас кто сегодня присутствует за нашим столом? Кто, 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 кто у нас за нашим столом великая гостья присутствует? Девушка, девушка, которая с Николаем Васильевичем пела? Я сюда буду отец Саверова. Ара! Лия Чарина! Лия Чарина здесь! Да, Лия Чарина здесь. И до нас, я поздравляю.